Организаторами акции «Салют победе в Захарово» выступили сотрудники местного Дома культуры. Они решили провести свой этап эстафеты в нестандартном формате. Мы старались отойти от формата. То есть, вот концерт, обычно бывает концерт, это тоже прекрасно, там бывают песни о войне. Мы решили это сделать в формате урока, урока памяти. Ну и как вы видели, этот урок памяти был на сцене. То есть, это редкость, чтобы урок проходил на сцене. На сцене находились представители разного возраста. В основном, конечно, это были дети, школьники, школьники Захаровской школы, школьники из Голицына и школьники Веденской школы. Но были взрослые, то есть, были люди разных поколений, разных профессий. Затем, как на сцене проходит урок памяти, наблюдали школьники, студенты, общественники, представители местных и районных властей, депутаты и самые почетные гости – ветераны Великой Отечественной. В их адрес звучали слова благодарности и пожелания долгих лет жизни. Им дарили цветы и поздравляли с наступающим праздником. Я пожелала бы ветеранам здоровья, счастья, любви. Я бы пожелала долгих лет жизни, любви и всего-всего, чтобы они захотели, потому что они подарили нам жизнь. Я желаю им, чтобы они очень-очень долго прожили, были счастливы и никогда не болели. Символично, что в Захарово, где в годы войны находился прифронтовой госпиталь, эстафета пришла от Ершовского поселения, на территории которого шли ожесточенные бои. Раненых солдат отправляли именно в Захарово. Таким образом, оба поселения накрепко связаны военной историей. Акция «Салют Победе» помогает сохранить память о тех, кому мы благодарны за мирное небо над головой.